Сейчас мы временно, или не временно, ну в общем проживаем в Киеве, и там, где мы проживаем, недалеко муж там, появилась у него подработка, он там работает, вот, и я пару раз ходила определенной дорогой к мужу на работу, вот, и мы с дочкой вышли, чтобы этой дорогой подойти к нему там, где он работает, вот, и мы должны были идти уже вот по этой дороге, но мы задержались с дочерью, она решила погонять голубей, я решила с ней остановиться, вот, мы на зеленой такой территории, скажем так, и тут голуби, вот она гоняет этих голубей, а рядом большая пешеходная, ну, такая дорога, и вот по этой пешеходной дороге я поворачиваюсь и вижу с боковым зрением как-то, что несется машина, машина легковая, несется и сшибает людей, вот так вот, просто, ну, зацепляет людей, ветки, я только успеваю ухватить мою дочь, и мы начинаем бежать по этой грязюке, упали в эту грязь, вот, но сам факт, убегает человек от нас, дедушка, не понял, что мы на него бежим, говорит, что вы так бежите, я говорю, там машины сносят людей, и, представляете, где-то 300-500 метров летит машина, зацепляет людей, врезается в деревья, сносит кусты, буквально вот рядом с нами, пролетает эта машина, пролетает перекресток, через перекресток, это все по пешеходному переходу широкому, и влетает в стройку, вот и одна вот попа машины торчит, прямо так влетела в стройку, оказывается, мы потом узнали, что водитель был пьяный, зацепил людей, ну, женщину зацепил, ну, слава Богу, все живы, но чудо в том, что мы должны были идти именно по этой дороге, где неслась эта машина, и мы обычно шли, вот, то есть задом должны были нести, мы бы не увидели, что кто там несется, и, слава Богу, Бог нас сохранил, просто мы остались чудом, просто погонять голубей, мы должны были быть там, но мы целы, живы, здоровы, слава Богу, я видела, как она рядом пронеслась, и Господь нас сохранил, вы представляете, какой великий Господь, слава Богу.